Синдром дефицита внимания с гиперактивностью является самым распространенным среди израильских детей. Что мы на самом деле знаем об этом синдроме и как работать с такими детьми, мы сейчас посоветуемся, обсудим с нашим главным редактором Игорем Дионом, а также с психологом, руководителем медицинского центра ОРАГОЛАН Владом Водянским. Влад, вы нас слышите? Да, я слышу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вот мы часто слышим о гиперактивности среди детей, тут же приходит на ум риталин. Что вообще такое гиперактивность, дефицит внимания и где вообще та черта между просто активным ребенком, которых сегодня много, и вот такой синдром заболевания? Ну, давайте обозначим изначально, что в принципе гиперактивность является последствием дефицита синдрома внимания. То есть в этом случае мы говорим как две вещи, которые сопутствуют, которые идут вместе, одна с другой. Если просто активный ребенок, чтобы объяснить, что такое просто активный ребенок. Активный ребенок, он может быть абсолютно активен в спорте, дома, заниматься чем угодно, и это не будет мешать ему, допустим, выполнять какие-либо поставленные перед ним какие-то задачи, например, сделать уроки, или убрать дома, или навести порядок. Правило, дети с синдромом дефицита внимания не в состоянии доделать определенные действия, или поставленные перед ними задачи до конца. То есть они берутся за что-то одно, потом они быстренько это дело заканчивают, и переходят на следующее. То есть они не могут до конца закончить то, что перед ним поставлено, те задачи, которые перед ним поставлены, перед ребенком. Скажите, а что вообще стоит за этим синдромом? Можно ли сказать, что это такое наше современное заболевание, дань вот этого сумасшедшего нашего века, спешки, мультитехнологий и так далее? Ну, во-первых, да. Окей, безусловно. То есть я как-то недавно совершенно прочитал, что раньше детей не могли загнать домой, потому что они играли на улице. Теперь их не могут выгнать из дома, потому что они все время сидят дома, то есть перед экранами, телевизорами и так далее. Экраны как таковые, они являются одним из, я не скажу основных, но одним из факторов, который влияет непосредственно на то, что у детей развивается дефицит с синдромом внимания. Поэтому детям до определенного возраста, то есть, собственно говоря, до достаточно взрослого возраста, не рекомендуется очень долго смотреть телевизор. То есть это правило до 40 минут, час и максимум в день. Сейчас это уже не телевизор. Это в большинстве случаев просто маленькие экраны. Я тут, кстати, хочу вас прервать. Вот, Игорь, вы говорили о том, что, в принципе, кабала не имеет ничего против технологий. Ну, конечно, нет. Этих всех новшеств и так далее. А тут это как-то идет в пику с тем, что такие синдромы, то, что Влад говорит, или я неправильно понимаю? Ну, дело в том, что синдром этот дефицит внимания, он, кабала объясняет причины его следующим образом. Каждое новое поколение имеет более мощные желания, которые ими движут. И нынешнее поколение детей, оно просто по сравнению с предыдущим, обладает настолько развитым желанием, что оно, это желание, уже не способно долго терпеть для того, чтобы получить какое-то наполнение, какое-то удовлетворение. Это, в принципе, проблема отцов и детей, она заключается именно в том, что разные уровни желания. И когда родители пытаются наполнить желания детей с теми наполнениями, которые были у них, они встречают сопротивление у этих детей. Но у нынешнего поколения детей есть коренное отличие. Нынешнее поколение детей не может удовлетвориться уже уровнем вообще существования, в котором мы до этого были. То есть они ищут более высокий смысл в этом. Поэтому они вот сегодня спрашивают, зачем им все это надо. У вас ценности какие были? Машина, яхта, дача, квартира, одна, вторая, поехать в Иницио отдохнуть и так далее. Мы не готовы ждать, когда это все будет когда-то и горбатиться на это долгие годы. У них желание, которое не приемлет долгосрочные какие-то перспективы. И они видят, что все наполнения, которые этот мир сегодня предлагает, это не то. Отсюда вот мы считаем их гиперактивными и не способными сконцентрироваться. Это не способность сконцентрироваться. Это четкая проверка желания на несоответствие наполнения. Вижу не то, вижу не то, вижу не то. Поэтому нам кажется, что они разбросаны и не сконцентрированы. На самом деле у них внутри проходит очень четкий такой анализ, что это... Очень быстро. И очень быстро, да. Мне это не надо, это не надо, это не надо. А что мне надо, вот этого мы взрослые сегодня не можем. Кстати говоря, Влад, говорят, что вот именно среди этих детей попадается очень много талантливых. Так ли это? И как это связано вот с того, что сейчас Игорь говорит? Да, на самом деле не нужно возводить эту проблему как в ранг чего-то там, не знаю, там, какой-то там бич 21 века и так далее. Совсем нет. Да, среди таких детей, опять же, я не думаю, что ведется какая-либо статистика по поводу детей с нарушением концентрации внимания в долгосрочной перспективе, то есть когда давно там, да, то есть когда мы еще об этом не знали, но говорят о том, что очень многих людей вполне достигших успехов, то есть на различном поприще, безусловно, есть люди, у которых есть нарушение концентрации внимания. Я больше чем уверен, что если взрослые, которые не были каким-либо образом диагностированы, пройдут какие-либо тесты, они тоже у себя, то есть многие из них для себя достаточно сделают определенное открытие, что у них есть тоже нарушение концентрации внимания в той или другой степени. Как все-таки родителям помочь? Мы вот хотим вот с наших экранов при наших возможностях дать какие-то советы. Ну, во-первых, не паниковать, потому что, к сожалению, наша система, то есть наша система, то есть школьного образования, она заставляет родителей начинать нервничать, как только их вызывают в школу, говорят, то есть ваш ребенок недостаточно усидчик, да, то есть школа ни в каком образе не может указать на то, что, допустим, у вашего ребенка там нужна концентрация внимания, да, или там ему нужно давать риталин, потому что изначально они не могут этого сказать. Даже если у детей в младшем школьном возрасте существует такое понятие, как нарушение концентрации внимания, как правило, с детками нужно просто больше проводить время. Проводить время не перед телевизорами, давать какие-либо простые задания. Очень в этом отношении, опять же, дети, которые любят собирать пазли, давать им возможность собирать пазли. Дети, которые любят собирать лего, давать им возможность собирать лего, потому что в самом процессе есть очень много действий, которые обучают ребенка начать определенный процесс и его закончить. Это первое. Второе, опять же, сократить как можно больше экранов у ребенка. То есть, желательно, безусловно, за час до двух ребенок идет спать, никаких экранов вообще. Два простых, таких самых простых примера или то, что я могу, соответственно, предложить. Игорь, а что Кабала может предложить? Ну, я согласен с Владом, что нужно ограничить эти экраны, потому что ничего хорошего с них, как мы видим, не льется ни в глаза, ни в уши. То есть, технология технологиями, но все свое место и время. Смотря как ее применять, эту технологию. На сегодня, плюс тому, что Влад сказал, нам необходимо детям, вот таким детям, дать представление о мире, в котором мы живем, и куда мы движемся, для чего мы идем. Потому что вот эта гиперактивность, это внешнее проявление внутреннего... А захотят ли они вникать в это со своим... Вы увидите, что они захотят. Да. Потому что это внешнее проявление внутреннего вопроса, для чего мне все это нужно, для чего я живу. И вот этого объяснения, для чего это все существует и куда мы все идем, у взрослых наших у нас сегодня нет. У школы нет, она их пытается загнать в какие-то рамки усредненные, их можно понять, они в этих рамках существуют. Или подавить вот риталином, чтобы затормозить каким-то образом этот процесс. Но это все не поможет. Поможет только одно. Детям нужно начать объяснять смысл жизни. Для чего они в этот мир пришли, куда они двигаются и чего в итоге должны достичь. Раньше человек развивал технологию, думая, что она ему даст какое-то счастье в жизни. Сегодня мы видим, что она счастье в жизни ему не дает. Что ему даст уровень человека, когда взаимоотношения между людьми дадут такое наполнение, которое не даст на одна технология. Спасибо. Спасибо, друзья, за советы. Спасибо, Влад. Спасибо. Вы хотели еще что-то добавить? Хотел. Единственное, что можно добавить. Безусловно, я в этом отношении с Игорем абсолютно согласен, но если дополнить еще один маленький момент, что еще родители могут сделать и что необходимо ребенку, ребенку необходим четкий распорядок дня. Он должен знать, что при этом родители должны быть частью этого распорядка дня. И родители, они ответственны за то, чтобы этот распорядок выполнялся. То есть прежде всего. Спасибо. И удачи нашим детям и нашим родителям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова